Драматургия Вдруг начинает подчиняться каким-то правилам А жизнь она такая Там вот Часто ничего не происходит Человек родился, человек умер А все остальное знак тире Как на могильных памятниках Год рождения, год смерти И знак тире В этом знаке тире нет никакой драматургии Все как-то так плавненько А вам нравится этот человек Вы должны найти драматургическую точку И вдруг выясняется Что все настоящая драматургия была в прошлом А про прошлое рассказывать просто так нельзя Вот так посадил Иван Иванович Опытные были телевизионные репортеры Так ставили камеру Сажали человека Откидывались на удобный стул И говорят, ну а теперь Иван Иванович Расскажите о себе И три часа Врубил камеру, он кассету меня вовремя А Иван Иванович о себе рассказывает Им никто до этого не интересовался Поэтому он и вот рассказывает Три, шесть, десять часов Сколько слушать будут Рассказывает о себе Что уж он там рассказывает Не знаю, что он надумал Это не важно Там что-нибудь вырежут Две минуты и пустят в эфир Вот пришел, короче Жениться уходишь На тебе Вот Просраться дали Как следует Понимаешь Ты-то думал Что-то так вот Солнышко туда-сюда Жениться Оформить отношения С государством Решил Нихуя Вот тебе Ситуация синхронная Есть такая вещь Как исповедь Если вы сможете Человека подвести К исповеди То Это серьезно То есть Когда Ваше Ваше Общение С этой Говорящей головой Условно говоря Перестает быть формальным А становится Ну Каким-то Подлинным Вот выхлопом Со стороны Человек То Здесь вы Выигрываете Я помню Одну Работу Которая Как-то не получила Завершение Девушка Не смогла Ее закончить Но мне она Очень запомнилась Такой мощной Исповедью Она снимает Уже не молодых Людей Мужчину Женщину Они В общем Недавние супруги Уже не первый брак И мужчины Очень неприятные Но такой неприятный Что совершенно непонятно Что за ним следить-то надо Свою жену Он называет коровой Все время Ну ты что корова Куда пошла Ну что без всяких На то оснований Да На мой взгляд Вот И Раздражение против него Растет Потому что ведет он себя На мой взгляд Неадекватно Будучи совершенно трезвым И на взгляд зрителей И вдруг Он как-то очень точно Выходит На крупные планы Садится Ну стульчик стоит И Камера здесь оказалась Вот это странная вещь Документалисты Об этом знают Если у вас Все как-то Правильно идет Все очень точно идет То вдруг Появляются подарки Откуда Непонятно Вот я человек Не верующий Я не могу сказать Что Бог дарит Да Кто-то говорит Вот от Бога подарок А для меня Это откуда-то Да Откуда-то Вдруг начинается ветер В тот момент Когда вам надо показать Что героиня преодолевает Что-то Да Вот что-то Начинает происходить И Здесь вдруг Вот он точно садится Он выходит Просто на прекрасный план И я абсолютно уверена Что студентка Вообще не думала об этом Здесь вот так стоял Стул так и стоял Она заняла Какую-то удобную позицию На общем плане Потому что он все время Где-то ходил Там бормотал Все И вдруг он начинает Рассказывать Без всякого вопроса О том Что внутри сидит И что вызывает Вот это раздражение Неадекватное Он рассказывает О чернобыльской Катастрофе О этой демонстрации Первого мая И На этой демонстрации Был класс Весь его сына Пятиклассник Сначала погиб Сначала погиб его сын Потом еще трое Его друзей И он все время Ездит на кладбище И это в нем Сидит все время Вот И это то Что составляет Подлинную его жизнь Хотя вот сейчас Уже другая семья Очень симпатичная Женщина И вроде бы Можно начать А вот не получается Ничего начать Потому что Вот это есть И он рассказывает Это так мощно Так отрешенно От камеры Потому что Хотят давно сказать А не слушает никто А не интересны никому И вот этот выхлоп Его тоже можно Условно назвать Синхроном Но это та Настоящая исповедь С которой конечно И можно работать Чего мы еще лишаем Студентов Это уже на стадии Постпродакшн Когда фильм Практически сделан Это закадрового текста Я не разрешаю Работать с закадровым текстом Опять повторяю С ним можно работать Но я знаю Очень мало людей Которые могут Работать с закадровым текстом Обычно закадровый текст Становится Абсолютной идеологией И абсолютно Это то С помощью чего Вы начинаете Управлять зрителем Вы не смогли Управлять зрителем С помощью кадра С помощью логики Монтажа А с помощью логики мысли И вы Последняя Палочка-выручалочка И самая негодная Из всех палочек Выручалочка Это закадровый текст Вы начинаете рассказывать Как вообще этот фильм Про что кино Рассказываете В закадровом тексте Как это надо воспринимать Кто герой Кто куда пошел Зачем пошел И так далее С помощью закадрового текста Вы можете полностью Изменить Визуальную картину И это В этом Большая опасность Для зрителя Почему Телевизионный зритель Становится опасным Он воспринимает Ложный мир Он привык Воспринимать Ложный мир И беда телевидения Не в том Что они показывают Разврат Какое-то Или еще что А в том Что они Состают ложное Представление о мире С помощью монтажа С помощью текста И последнее Что мы убираем И против чего Особенно бурно Сначала протестуют Студенты Потом смиряются Это музыку Закадровую музыку Которую очень любят Все ставить Потому что Это уж такие костыли Когда Вы работаете Как академик Павлов Используя Ну как правило Одну и ту же музыку А тем более Сейчас Когда Совершенно чудовищные Условия Для авторов По использованию музыки Лучше Использовать те Кто умер 70 лет назад Вы знаете Умер 70 лет назад Это уже народное Достояние Поэтому можно До этого права Надо просить Ну в общем ужас Ужас Да Но самое чудовищное Состоит в том Что вы теряете Собственно ритм фильма И перестаете понимать Что это такое Потому что Музыка сообщает И навязывает вам Свой ритм Свою ритмическую структуру Она очень четкая Внятная Именно музыка Владеет знанием О ритме Я так вообще считаю Что ближе всего Кинематографу Музыка И музыка И кинематограф Строятся по законам музыки А не по законам Визуальных культур Других Вот визуальные культуры Живопись Скульптура Архитектура В какой-то степени Строятся по другим законам А вот по законам музыки Выстраивается кинематограф Даже если вы не пользуетесь музыкой Потому что Понятие о ритме Одинаковое И для музыки И для кино Но в кино Вы должны поймать Ритм внутри кадра Понять что такое Понять что такое Монтажный ритм Понять что такое Ритм всего фильма И это ритм Именно фильма А не того музыкального Произведения Которое вы наложите На этот фильм И пострижете его В связи С ударными Медалями Русская культура И не только русская культура Но и культура В общем очень многих Как бы развитых стран На протяжении Там 19-20 века Говорит о вертикальной картине мира Говорит о состоянии души О метафизике души О боге-дьяволе Эти дуальные оппозиции Всегда работают В вертикальной картине мира И разговор о душе И разговор о душе происходит Внутри вертикального пространства Вот это вертикальное пространство К сожалению На мой взгляд Совершенно В русской культуре Практически Уничтожает Наше представление О горизонтальном пространстве То есть О пространстве нашей жизни В котором мы существуем В котором мы любим Не с большой буквы Не обязательно с большой буквы А с большой буквы Любят только в романах Да Вот В которых мы дышим Не с большой буквы В котором мы стираем носки Но это часть той горизонтальной жизни Которой мы все проживаем Почему-то в какой-то момент Она становится очень важной Для меня она сегодня Самая важная Потому что Когда идет разговор о душе Этот разговор Он идет практически В одинаковых выражениях В одинаковых дефинициях На протяжении Многих столетий Я не нахожу В нем новизны В этом разговоре Я нахожу в нем Только приятное узнавание Зрителю ведь очень приятно Когда он что-то узнает Похожее Да И меня это очень смущает Потому что Это узнавание Становится такой Закрытой системой Взаимоотношений С реальностью С миром Когда вы не хотите Узнавать ничего Что за этим Прекрасным существует Если даже это прекрасное Называется душевными муками Да Вот Но есть некая горизонтальная жизнь В котором происходят Какие-то обыденные Совершенно события И вот эти обыденные события Они всегда другие Для всех нас Мы все по-разному Мы одеваем разные трусы Мы по-разному Завязываем галстук Если это мужчина Или никогда не завязываем Мы по-разному Мы умываемся Мы все делаем по-разному Мы по-разному любим И так далее Это безумно интересно Это безумно интересное пространство В которое Практически невозможно было заглянуть Потому что это пространство Той личной интимной жизни Которая была всегда закрыта для камеры Сегодняшняя жизнь Это пространство готово открыть Вот в связи с появлением маленьких камер Это пространство становится Все более прозрачным И я вдруг обратила внимание Я всегда смотрю фильмы Даже не как режиссер А как зритель И это лучший взгляд Не то, что ты так сидишь и говоришь Ну, панорамку можно было бы ровнее А уж вот этот стычок Какой идиот Монтирует рядом два средних Мы же знаем, что не монтирует И так далее Это такой Ну, таким образом можно смотреть Плохое, наверное, кино Но вообще так смотреть нельзя Если вы вдруг почувствовали в себе Во время просмотра режиссера Значит, что-то или с вами не то Или с фильмом не то А если вы смотрите как зритель То я вдруг понимаю Я ведь не могу проникнуть Жизнь очень разнообразна Вот эта горизонтальная жизнь В ней такое количество Несовпадений с моей жизнью И такое количество Невозможностей попадания Меня в ту жизнь В силу разных причин В силу гендерных причин Я не могу так, как женщина Попасть, допустим, в мужскую жизнь Какую-то очень интимную Я не могу попасть в жизнь 15-летних подростков Потому что они просто будут Передо мной показывать некий театр Как они представляют Как должны для тетеньки взрослой Выглядеть 15-летние подростки И так далее Но это могут люди Адекватные этой среде Адекватные этому гендеру Адекватные этому возрасту Сделать, да И я вдруг поняла Что я хочу это видеть Я хочу это рассматривать Я хочу попадать В разные квартиры В разные жизни В разные среды С помощью камеры Мне почему-то Не достает этой жизни Понимаете Вот режиссер Это тот Кому не достает Своей жизни Кому не хватает Своей жизни И я вдруг поняла Что эта другая жизнь Для меня извиняет Любого Даже самого негодного С точки зрения Общепринятой морали Человека Потому что она Очень трогательна На самом деле Это интимная Человеческая жизнь С ее маленькими привычками В ней так много происходит Чего-то подлинно Человеческого За что ты вдруг Начинаешь извинять Человека Со всеми его Какими-то Большими Ну извините Заебами Да Которые В общем Очень не симпатичны Вам И вдруг вы видите Что на самом деле Там течет Еще что-то Что вы готовы Рассматривать всегда Поэтому меня Очень раздражает Публика Особенно профессиональная Которая говорит Да ну хватит нам Этих Показывать Там Маргиналов Мы что не знаем Вон я мимо них Каждый день хожу Противно Воняют И прочее Вот это противно Воняет Это такой обобщенный Взгляд на вещи Да Вот А разглядеть Что там за противно Воняет Может только человек Который воспринимает Эту жизнь Который принимает Любую жизнь Который ее не осуждает И не обсуждает Эту жизнь А он ее принимает Субтитры создавал DimaTorzok